Целыми днями она стояла, прислонившись к холодной стене камеры. Единственным ее желанием было желание поскорее умереть. Впереди ей предстояла пятилетняя одинокая ссылка в Восточную Сибирь. Так в 22 года кончалась вся ее жизнь. Пришла на свидание мама, протянула ей листок бумаги. Вот посмотри, Анечка, какую телеграмму Марк послал царю. Какой Марк? Не поняла Аня. Ах да, тот студент, товарищ Саша. Желанная весна проходит, ее закаты догорят. Но лето славное приходит. Ему я тоже очень рад. Какой Марк? Ах да, Елизаров, студент, товарищ Саша. Такой большой и застенчивый. Танцевал с ним как-то на студенческой вечеринке. Очень неловкий. Обронил в сотолоке очки. И Ане пришлось везти его на место. Без очков он совсем беспомощный. И какую же телеграмму он мог послать царю теперь, когда Саши уже нет в живых. Равнодушными глазами она пробежала исписанный листок. Марк Тимофеевич Елизаров телеграфировал в комиссию прошений царского двора. Ваше превосходительство, прошу вас исходатайствовать перед его императорским величием не высылать мою невесту Анну Ильиничну Ульянову в Сибирь. Пожалейте ее. Не разрывайте невидимо связных сердец. Мамочка, зачем эта ложь? Разрыдалась Анна Ильинична. Какая же я ему невеста? Он никогда не говорил мне о своей любви. Не успел. Тихо вздохнув, приласкала ее мать. Тогда в тюрьме Дане еще не доходило, что это была настоящая любовь. Так она была потрясена гибелью брата Саши. Хлопты Марии Александровны и Марка Елизарова имели результат. Ссылка в Восточную Сибирь была заменена Анне Ульяновой высылкой деревню, которая находилась в Самарской губернии. Марк Тимофеевич остался в Петербурге, заканчивать университет. Писал почти ежедневно хорошие дружеские письма. Два года ни о чем не спрашивал Анну Ильиничну. На лето приезжал в деревню, но больше занимался с меньшими Митей и Маняшей, которые всем сердцем привязались к этому сильному, доброму человеку. А вот теперь спросил Аню. И она ответила, да, согласна. Отправила письмо и вдруг одолели сомнения. Хорошо ли сделала? Имела ли на это право? Кого спросить? С кем посоветоваться? Отец Марка Елизарова, христианин деревни Бестужевки, умер в 1882 году, оставив жену с целой кучей детей, мал-мала меньше. До взрослого возраста дожили только трое из них, дочь Александра и сыновья Павел и Марк. После смерти отца заменить его в роли головы семьи пришлось старшему сыну Павлу. Что же, до второго сына Марка, то он с юных лет проявлял способности к учению и был определён отцом вначале в школу соседнего села Обшаровки, а после её окончания в Самарскую гимназию, где его приняли сразу во второй класс. В Самарской гимназии Марк Елизаров также показал себя способным учеником. В его аттестате зрелости было отмечено, что поведение, исправность в посещении и приготовлении уроков, прилежание и любознательность Елизарова безусловно оцениваются как отличные. Весной 82-го Самарская гимназия была окончена. Марк мечтал учиться дальше. Но этому мешали, во-первых, материальные затруднения, возникшие после смерти отца, а во-вторых, необходимо было получить от крестьянского общества увольнительный приговор, без которого крестьяне не могли получать высшее образование. Решение последней задачи брат Павел взял на себя, обернувшись с крестьянского схода, сказал, ну что, братуха, поздравляю, езжай, учись. И братуха поехал учиться, и не куда-нибудь в Петербург, в императорский университет, где поступил на физико-математический факультет по математическому разряду. Учился успешно, слушал лекции лучших профессоров, которые удивлялись тому, что сын вчерашнего крепостного превосходит товарищей в успехах. Ну что ж, рассуждал Марк Елизаров, товарищи есть родители, а у родителей деньги, а за меня кто попросит? И он был прав, просить было некому, ну или почти некому, кроме тех, кто знал его с молодых ногтей, бестужевцев. Предъявитель всего, христианский сын деревни Бестужевки, здешней волости Марк, Тимофеев и Елизаров, 19 лет, семейство которого состоит из матери, одного брата и одной сестры, из которых никто не получает казенных денег и собственности, кроме крестьянского дома в помянутой деревне, в которой они живут, никакой не имеется. Действительно не в состоянии внести в Санкт-Петербурге, все университет, заслушанные лекции 50 рублей в год, в удостоверении чего за подписом и приложением казенной печати на основании вполне известных сведений и выдано ему настоящее свидетельство. Просьбы земляков имели воздействие. От уплаты за право слушания лекций студенты Елизарова освободили. Весной 1886 года Марк Елизаров окончил полный курс университета и получил все права и преимущества, которые предоставлялись действительным студентам. В это же время на основании действовавших в России законов он, как получивший высшее образование, был исключен из крестьянского сословия. А еще чуть позже Марк Елизаров поселились с женой вот в этом доме в Самаре. И с этого же времени он стал ездить в свою родную Бестужевку не один, а с братом жены Володей. Вместе они вскидывали на плечи охотничьи ружья и отправлялись по болотам высматривать дичь. А по вечерам на лужайке перед домом Елизаровых в Бестужевке собиралась вся деревня. Ай да, послушаем, что нам ученые мужи расскажут, говорили мужики. Все не зря их учат там в университетах. Может и нам с тех наук будет что хорошего. И ученые мужи рассказывали. Правда, иногда так увлекались, что забывали о мужиках и спорили, так что дым шел коромыслом. Вы б, мужички, поосторожнее с Елизаровым и с его Шуриным предупреждал Бестужевцев урядник. Старшего брата этого Ульянова-то, слышь, повесили, на царя покушался нехрест. Ой, не доведут вас до добра эти посиделки, висельств у нас на всех хватит. Но судьба готовила Марку Елизарову совсем не перекладину с веревкой. Она готовила ему другое. Как только большевики взяли власть в свои руки, и тот самый Володя, брат жены, возглавил правительство, Елизаров занял пост народного комиссара путей сообщения. Впрочем, командовал он ими совсем недолго, до января 18-го, когда по его личной просьбе был освобожден от этой хлопной должности в связи с плохим состоянием здоровья. А еще через год, находясь в Петрограде, Марк Елизаров заболел сыпным тифом и вскоре скончался. Хоронили его на Волковом кладбище. Среди прочих на прощании присутствовал и брат жены Владимир Ульянов. Но это было еще впереди. Пока вся семья собиралась по вечерам в столовой в Самаре. Собралась она и на этот раз. Володя тоже никуда не пошел, он спешил окончить начатый им перевод. Митя пришел в столовую готовить уроки. Любопытно заглянул через плечо брата. Аня тоже была здесь же и тоже сидела над переводом. Она переводила пьесу Гауптмана Ткачи. Очень полезная книга, сказал Володя, увидев, над чем работает его сестра. Она познакомит русских рабочих с положением рабочего класса на Западе. Неподалеку в столовой же расположились Марк Тимофеевич с газетами и Маняша с ее уроками. Мария Александровна тоже была и здесь. Она очень любила эти вечера, когда вся семья была в сборе. Сама она обычно читала по вечерам исторические записки. Журнал, за которым внимательно следила и рассказывала домашним о том, что там было напечатано. Либо советовала прочитать то, что, по ее мнению, заслуживало их внимания. Как-то невзначай зашел разговор о будущем. Мы с Марком хотели бы устроиться в Москве, сказала Аня. Марку легче там будет найти службу. А вот Володе проще будет найти адвокатскую практику в Петербурге, подхватила Мария Александровна. Пора нам уезжать из Самары. Московский климат для меня, пожалуй, будет получше. Да и врачи там серьезнее. Есть в юности весенней прелесть. Ей благодарен я весьма. Весна красна, но лето зрелость у нас не хуже, чем весна. С вами был Михаил Перепелкин.